Наступила пора задуматься, на что я истратил свою единственную жизнь. Я о чём-то догадываюсь, но не могу объяснить это толковым и исчезнувающим образом. Я родился в Ленинграде за шесть лет до Великой войны в самой глубине советской эпохи. Первые детские стихи стал сочинять в семь лет едва пришли в школьный порог. Когда мне было один это случайно, по семейным обстоятельствам я познакомился с Санной Азмарой. В год смерти Сталина поступил в технологическую институту. Не имея к этому ни загадков, ни интересов, я лишил себя возможности получить гуманитарное образование. Я хорошо помню довоенные и послевоенные годы, день нападения Гитлера на Ассица, и всё дальнейшее, буквально час за час, вкус, свет и запах всех сменяющихся людьми моего, так сказать, округлённого 70-го лета. Поэтому я думаю, что именно память была и материальной, и душевной тем источником, из которого и возникли мои сочинения. Может быть, повышенная чувствительность к внешней коре мира, прекрасной, я ведь вырастал в Ленинграде, Петербурге, и вместе с тем безобразной, даже мучительной, и была поводом для попытки что-то понять, запечатлеть, изобразить. То, что я инклюзивно чувствовал, словами, которые пытался сделать как можно отчётливее и звучнее. Очень долго теория стихосложения меня нисколько не интересовала. А вот великий опыт русской поэзии за 200 лет от Тредяковского, Ломоносова, Пушкина и до моих современников занимал, и даже очень. Дома у меня была хорошая библиотека, но ещё школьникам я открыл для себя ленинградские книжные барахолки, букинистические магазины и все возможные в ту гору книгохранилища. Мне хочется хвастаться, да собственно и нечем. И всё-таки, только я начал писать что-то осознанное, как смутно почувствовал, в чём моя главная задача, в чём затруднение. Сейчас я точно знаю, в чём. Чётко и ясно для меня это сформулировал Ходосевик. Дело в том, чтобы каждый стих прогнать сквозь прозу. Ибо только там, за колоритной и обочтительной прозой жизни и времени, за прозой, в её стилистическом выражении, находится нечто, что и есть поэта. Я всю жизнь любил Пушкина, Леонгова, Некрасова, но мог научиться у них только азам. По счастью, в домашней библиотеке нашлось полгоносцевское собрание блока. И именно благодаря блоку я понял, с какой мерцающей, белой точностью, с какой полнотой и соблазнительной недосказанностью могут стихи отобразить время и самого поэта. Однако и тут я не стал последовать вручников. Увы, слишком впечатлительный и непостоянный, уже много прочитавший, пленялся я и классиками, и модернистами, Белым, Маяковским, Кузьминым и Ахматовым, доходил в своих блужданиях до переводных, Ренбо и Ахминера, и даже сейчас должен признаться до Тихонова и Зелинского. С публикациями мне не везло, это было закономерно. Моя первая книга вышла, когда мне было 49 катков. Она пролежала в советском издательстве 18 лет. По-моему, это мировой рекорд воздержали. Поздно, очень поздно. Но, слава Богу, я не напечатал ничего эпигонского вообще, когда дело дошло до публикации, а сейчас у меня больше 20 книг стихов. Я отсеял десятки ранних и неранних текстов, и даже не хочу в них разбираться. Я хорошо помню, как Ахматова с очевидной продуманностью сказала, «Вы думаете, я, ахминистка, не знаю, что последней действительно великой идеей в русской поэзии был символизм?» Вот сейчас, уже после авангарда и Бродского, после всего, что произошло с русской поэзией, я думаю, точно так. Возникает вопрос, почему? Ведь русскому символизму, как в школе, суждена была короткая жизнь, какие-нибудь 15 лет. И он был благополучно, но и умер судьбом, восстановлен руками своих эпигонов. Однако не забудем, что символизм вообще соприроден поэзией. И в каком-то смысле символизм они были и Пушкин, и Тюркев, и Ушкин, и Меха, самый великий символизм – Данк. А в нашем деле, безусловно, поздний Мандельштаб, где разуме поэта без героев не символическое произведение, стоит ли нам с нашими скромными силами карабкаться на эти крутые вершения? Я думаю, стоит. Прежде всего, потому что то, о чем мы пишем, как все кругом, вредно и твердно. Все великое земное разлетает, как дым. Нынче жребий выгнал трое, завтра выпадут труды. Но закрепить эти чувства – это зрение. Вот притягательная задача. Для этого необходимо прежде всего обладение словом, языком, понимая его как метафизическое воплощение всего сущего, от сотворения мира до шнурков на стоптанных ботинках. А ведь язык таит и звуковые, и смысловые, и образные воплощения. Они уже задерживаются в стихах, если поэт пытается трогаться вверх и вглубь, через поверхность и слой необязательных подсказок. Это не может быть совершенно сознательным. Это получается, чем случаянее, тем вернее. Всякий, кто когда-либо стрелял по мишень, знает, что, чтобы попасть в десятку, надо целиться немного выше. А как же быть с тем, что читатель не может проигрывать выше головы и утомленный, и раздраженный к несоспадениям с поэтом, готов отвернуться в сторону шоу-бизнеса и масс-медио? Не знаю. И все-таки, и все-таки не для житейского волнения, не для корыст, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков слабых. Ну и так далее. Прорываюсь, ибо это слишком специальная проблема. Прекрасно понимаю, что акминистическая вечность это основа всего, что почти сто лет делается в нашей поэте. Когда-то академик Жермунский назвал свою известную статью преодолевшуюся уволизм. Почему бы не сказать обо всех наших попытках, в том числе и авангардистских, деструктивных, если они, конечно, не ерунда, которой тоже хватает в мире. Преодолевший ахминизм. Это преодоление может быть только намеком, заимствуя термин из музыкальной литературы общим фоном всех этих строков. А без этого не спасет ни дарование, ни вертозность. Стоит ли вообще варить супчик, если у тебя нет соли? Теоретически мне это ясно, но откуда взять соль? Она осадок в растворе, достать его надо из двух пространств. Одно возвышается над поэром, несостоит из идей, вахтов, философии, религии, истории, знак, которые ждут хоть приблизительно, хоть на очередь. Другое пространство — это отзывы. И отчет всего выше названного в подсознании твое. Ведь корни стиха уходят в глубины этого подсознания. А если корни не идут глубину, растение вярит. Ну вот, возвращаюсь к тому, с чего я начал. Семьдесят лет я сочиняю стихи. Значит, угрозил на это занятие свою единственную жизнь. А может быть, я спас ее? Что бы я делал, если бы не пытался пробиться через потолки и переборки власти и времени самого существования? Страшно подумать, что бы тогда из моей жизни получилось. Какой клейм, какая пустопорожная суета. Ваше одобрение подсказывает мне, что может быть, все-таки я свою жизнь спас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ